Ну, во-первых, наверное, не самое хорошее настроение сейчас, да, после этого поражения. Как настраивались на стыковой матч? Поскольку я знаю, что вы, скажем так, уже не рассчитывали, что будете в стыках, благодаря снятию нескольких команд высшей лиги вы в них все-таки оказались. Как относились к этому стыковому матчу? Какие были настроения в команде? Ну, относились к этому как к последнему шансу. Но, честно вам скажу, мое мнение, что мы их не заслуживали. Я считаю, что результат этой игры – это закономерный итог этого сезона провального. Начали мы хорошо, там из трех матчей было две победы, думали, что зацепимся в серединку или куда-то в тройку, но что получили на выходе – печальный результат. Как думаешь, что послужило причиной этому? Мы когда в Южной лиге играли, когда мы ее выиграли и вышли в Высшую лигу, у нас были тренировки каждую неделю, мы собирались перед играми заранее. Сейчас же у нас слишком настроение в команде было такое, пофигистичное. Не приезжали на игры в СИБа, не приезжали на игры, не разминались толком. Поэтому предпоследнее место в турнирной таблице и проигрышный матч в стыковых матчах. Конкретно эту игру проиграли уже в дополнительное время. Сил не хватило, концентрации. Чего не хватило? Ошибки допускали в обороне. Мы так-то, ну, мое мнение, что мы смотрелись лучше, то есть в комбинационном плане, в плане прессинга, но мы не могли выйти из обороны в атаку. Этот момент надо отрабатывать. Единственная причина – это, собственно, ошибки. Все шесть голов пришли из-за потери своих атак. Какие мысли, настроения по поводу следующего сезона? Ну, идем в Южную лигу выигрывать. Ну, я думаю, что после вылета из высшей лиги это самый лучший настрой. Молодцы, красавцы. На самом деле опыт получили колоссальный, то есть команда хоть и немножко разваливается. Будет лето, пообщаемся, сходим куда-нибудь, не знаю, может как-нибудь объединимся. Капитан у нас, конечно, расстроен очень. Ну, походили по поле, попрощались. Надеемся, что вернемся через полгода. Отличный настрой, спасибо. Спасибо.